Добро здоровиться, уважаемые посетители канала! Тружусь над четвертым томом «Целительные силы», 60 страниц пройдено, еще 206. Что хочу сказать, я давно не пересматривал свои книги «Целительные силы», и вот как раз случай представился, наликтовал, теперь их еще делаю в аудиоформате. Нравятся мне книги информационные, рабочие. И вот настала очередь четвертого тома. И знаете, возможно, я к нему сейчас наиболее созрел. То есть вот возраст такой. Эта книга как раз вот позволяет человеку понять, как он устроен, что им движет, как действуют мысли, эмоции, аффекты. Как все это отражается на здоровье, на поведении, в конце концов на успехе. Как ставить цели и реализовать задуманное. Почему удается, почему не удается там. В целом, почему жизнь слаживается у одних так, как они хотели. Потому что они ставили большую цель, которая была маяком главным. И ряд промежуточных целей, дойдя до нее, они назначали себе новую цель. Это правильно. И вот как раз практика, я смотрю, она и подтверждает, что если люди относятся к себе, знаете, творчески, понимают, как они устроены, как они работают. Понимают устройство общества, устройство вселенной, ну хотя бы так, знаете, на каком-то таком уровне, чтобы можно было с этим работать. Я уж не хочу сказать какие-то там, знаете, нюансы или еще. Вот в целом, в общем, уже это позволяет, позволяет совсем по-иному складывать свою собственную жизнь, свое собственное здоровье. И вот как раз вот это вот богатство, я сейчас прохожу, полностью эта книга, как и первые три тома, выставлена на спонсорской подписке в аудиоформате. Так вы можете бесплатно ее почитать в библиотеке. И вот сейчас я так смотрю на свою жизнь. Вот примерно так и шло. Была у меня одна цель, допустим, стать мастером спорта. Я ее выполнил. Потом появилась другая цель. Вернуть себе утраченное здоровье, которое потерялось в погоне за мастером спорта и более высокими результатами. Вот потом это все дело заинтересовалось. Потом появилась семья. Для себя и для семьи я не избалован. Живу в обычных условиях. Мне хотелось построить дом, в котором было бы интересно жить мне, моим детям. Построен дом. Приместить более-менее нормальные машины. Приобрел. Хоть это и не важно. Но тем не менее, знаете, судят по машинам, на которых ты подъезжаешь, не насколько ты разумен. Ну вот, получилось неожиданно, что я и писателем стал. Вот такие труды. И не просто это труды, это научно-популярные труды, которые работают. По крайней мере, мне они очень помогли. И как показывают отзывы других людей. И им очень и очень помогли. Сейчас же вот правит какой-то, естественно, в разные периоды нашего, так сказать, существования общества. Различные моды, различные тенденции. И вот сейчас правит какие-то, знаете, поверхностность. Вот такие вот люди, которые еще не наработали жизненного опыта, но уже тут они, знаете, диктуют вот так, вот всяк. И на них посмотришь, да, ё-моё, да ты-то это не можешь, то не можешь, об этом не знаешь. А вот так вот судишь. Ну, я бы не сказал, что несколько обидно, но досадно, что полновесное знание, которое несет канал, который я передаю вам, находится глубоко-глубоко и смотрит какую-то ерунду-то. Ну так, так что, вот эта вот книжечка мне очень понравилась. И я, знаете, нахожу такое интеллектуальное удовлетворение, слушая и работая над ней. Я думаю, что и вы, если будете слушать или там читать, вы получите то, что надо. Познайте, в конце концов, самого себя, что вами движет, где вы довольны, где вы недовольны. И как вообще с собой работать. Это самое то, что надо знать. Здорово, здорово, Акчара Годзина. С праздником богатырьки, что ли, мамы, привет. Бать, здорово.